в этом видео я буду вязать и показывать как я вяжу вот такой топ из плюшевой пряжи немножко топ требует корректировки но сама идея сам способ вязания этого топа вам будет наверное интересен так как мы будем вязать одним полотном перед и спинку в этой модели перед и спинка будут отличаться вырезом на спинке более глубокий вырез это лицевая сторона вот как вязалась это лицевая сторона выбрала я ее потому что она более такая фактурная получается как вот рифленая рифленая или может быть как лапша так вязать мы будем вот с такой пряжи это плюшевая пряж пряжа для ручного вязания аделия в 50 граммах 90 метров вот так получилось я покупала ее на леонардо в магазине она сейчас была на такой хорошей скидке и вот это вот перемотала я целый моток вот так хорошо он перематывается и очень огорчилась когда перематывала следующий моток то вся была пряжа рваная вот столько моллточков из вот из такого моточка получилось вот значит приблизительно я уже все рассчитала в процессе может быть вязки я буду что-то корректировать в общем начинаем мы сразу начинаем 42 0 42 это будет у нас 84 иглы в работе и будем вязать сразу резинку один через один на плотности 44 так я еще не выбрала не выбрала игры так я как и говорил так это 41 42 вот так вот вот так снимаю на телефон и памяти там не сильно много ну в общем я думаю что там перед свяжем здесь получается что у нас 43 будет потом откорректируем и здесь мы выставляем иглы чтобы они были получать между между шахматном порядке вместо иглами так все заправила еще пряжу сейчас у меня на каретках стоят плотности 00 и проводим первый ряд толстенькая не проходит вот провели как я уже говорил когда мы вязали образец из этой пряжи то резинку она очень хорошо вяжет ой 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 лишние так мы надеюсь я ничего не испортила навешиваем грузики и ставим плотность ставим плотность ставим плотность на каретке 3 3 о нет не 3 3 а 4 4 хотя можно и 3 3 3 поставить тоже на хорошо будет провязывать так и поставим счетчик провяжем 20 рядов проверим крайне конечно сразу нужно проверять чтобы они провязывались так здесь наверно не провязалась так все сейчас вяжем я тихо вероник я это блок иду так ранее можем выставить и не получше будет провязываться не провязывается это замотать хвостик все резинка провязана у нас и перекидываем а перекидываем если видите перекидываем мы должны вязать гладь будем через один как и образец тогда поэтому сдвинем каретки чтобы нам удобно было перебрасывать петли и перебрасываем так чтобы они были чтобы у нас на верхней фонтуре через один был вязка так вот так подбрасываем все так ну вот все я петли с нижней фонтуры перебросила на верхнюю поменяла каретку у меня это соединительное плечо нам нужно сейчас сбросить петли сбросить счетчик но обычно я так делаю после резинки мне так удобно и вот дальше вот счетчик на ноль и мы должны вязать до 50 ряда в пятидесятом ряду у нас будет запуск горловины и в каждом так это запуск горловины так и получается что 20 рядов мы вяжем на плотности 6 и в каждом пятом ряду мы прибавляем по одной петле с обеих сторон то есть вяжем пока 20 рядов ставим на каретке плотность 6 и тут принципе у нас получается на одну больше здесь так сейчас подождите стоп нам надо не в каждом нет мне неправильно сказала вы же ты через один то есть нам надо до 50-50 чтобы было то есть то нам нужно прибавить 1 2 3 4 4 4 тут а здесь меньше 1 2 3 то есть в каждом десятом ряду мы будем прибавлять по одной петли по одной игле в работу и так как у нас уже здесь больше стоит значит мы только с этой стороны прибавим принципе ничего такого страшного не будет если мы здесь прибавим одну и вяжем 20 раз 10 рядов мы провязали добавляем еще с этой стороны добавляем петлю и с этой добавляем точнее игру и вяжем дальше 20 сейчас мы будем прибавлять тоже по игле но сейчас нам нужно на двадцатом ряду в двадцатом ряду поставить плотность на каретке восемь и все основное полотно то есть полностью мы вяжем на восьмерке на плотности и добавим иглу и с этой стороны добавим иглу 30 ряд добавляем это последний ряд которым мы добавляем по игле это 30 лично вяжем также вяжем сейчас до 50 ряда так 50 ряд сейчас у нас идет запуск горловины или выреза да вот этот вот и в 54 ряду мы будем запускать запуск 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 пройму значит каждым втором мы будем уменьшать по одной петле с одной стороны это про запуск горловины до выводим так тут у нас получается что 0 центральная и и скорее всего нам нужно будет ее сразу как бы ну переместить я даже не знаю как это правильно сделать чтобы было равномерно сразу наверное перемещаем на вот эту вот соседнюю и вот эти вот все выводим в нерабочее положение вот эти все иглы а также на каретке обязательно поставим не заботим рычажки частичного вязания включим и и будем продолжать запомню не запомним это уже списаешься с 50 ряда мы начинаем запускать до горловину вырез так и все можем дальше вязать провязываем назад это 52 перемещаем так 54 и в 54 ряду меня помечено что мы запуска делаем проймы то есть три петли убираем сразу возьмем коготок и попробуем ты так это три все правильно и попробуем через нам нужно уменьшать через два колка потому что ну чтобы не было натяжимости такое так как мы же через одну петлю так стороны не могу понять что это делать могу ничего не увидеть ну так она просто мне неудобно с этой стороны делать там где камера стоит так и эту накидываем на можем снять сразу так так дальше сейчас мы не забыть продолжать перемещать горловину так вытас горловины и ой что-то меня зацепилось здесь здесь поправить так а сейчас еще у нас получается что мы должны в 54 там мы запустили пройму потом 56 один убрали пройму 58 1 то есть через 1 до 62 это по пройме по одному то есть мы здесь делаем просто перенос 1 а здесь как обычно тоже перенос вырез наш так опять мы берем это у нас 58 тоже мы уменьшаем пройму здесь переносим наш вырез так 62 это последний ряд там где мы как бы уменьшаем пройму то есть запускаемые ну а вырез мы делаем до 4 вот этих вот игл то есть продолжаем пока не останется у нас 4 иглы в работе а а а а а а а а а тут можно в принципе оставлять и 5 в работе какие вот шлейки кому нравятся можно и 5 оставлять но ну даже не знаю но уже если я сказал что давайте в этом в этой модели вот 4 вот все мы запустили горловины получается что вот тут у нас уже идет дальше дальше идет просто шлейка шлейка шлейку мы вяжем получается получается почему то у меня неправильно посчитала надо пересчитать до восемьдесят шестого ряда нет до девяносто шестого ряда сейчас это будет короткая шлейка неправильно написала 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 вот тут конечно будет проблем ну как всегда проблема шлейки чтобы попасть в них в общем давайте пока остановимся на 90 90 ну 90 рядов провязан все и перейдем на эту сторону да на эту сторону мы помним значит эти мы поставим иглы в нерабочее положение и мы как бы должны мы одну петлю сюда перенесли тогда то есть мы одну вот эту центральную перенесли и по сути мы должны провязать сюда и здесь начинать так я забыла так 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 направим другой нити водитель фряжу и здесь мы обнулим счетчик это у нас пятидесятый мы помним что был ряд то есть получается что мы одну центральную переместили значит нам нужно провести здесь два ряда не перемещая я так понимаю вот кстати вопрос очень интересный так опустим рычажок частичное вязание с получается получается с какой-то стороны с левой стороны ой с правой стороны чтобы провязались эти все иглы они не все провязались значит провяжем их вручную так ну вот навесим грузик оттяжка так 51 получается что мы когда провели 50 было в ту сторону в 50 было в ту сторону мы провязали мы перенесли центральную петлю и вот центральную только в эту сторону и поэтому и здесь тоже получается что у нас как бы здесь меньше петель нам нужно пропустить этот ряд то есть мы перемещаем когда каретка у нас с этой стороны поэтому мы сделаем будем перемещать вот вопрос конечно сейчас я подумаю как это правильнее сделать в общем будем перемещать когда с этой стороны каретка тоже 52 и знаю правильно это неправильно но посмотрим я думаю так как пряжа такая пушистая плохо не будет так и сейчас у нас мы переносим 54 если бы уже я бы вязала эту модель опять же как я всегда говорю уже второй раз то конечно же были какие-то нюансы моменты которые я уже могла бы точно сказать а вам нам надо на эту сторону каретку привести чтобы закрывать и закрываем закрываем через колок первым мы закрываем через один колок а все закрываем остальные две через два колка чтобы было равномерное натяжение так и навешиваем на вот эту вот так все подвинем и вот плечи провязываем так ну и раз мы уже мы можем мы же знаем что у нас в 56 58 50 60 62 мы по одной петле и замужем и в принципе и продолжать вот как по рисунку идти то есть если в 56 значит будем так по следовать по по записям там уже потом проведем какую-то сравнительную часть в конце когда ой так заболталась это рано 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 так заполталась вот сейчас мы должны перенести так отойдите александр да я хочу мишель на нахуй пусть она так и шестьдесят второй ряд там где мы последние закрываем одну петлю переносим проймы запускаем проймы так все перенесли шестьдесят второй ряд и провязываем так и теперь мы только горловину все время говорю горловину это больше скажем так вырез зима из зима 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 из этой стороны тоже и мы провязываем до 90 ряда до так вот у нас что получилось но у меня тут в таких планах первый раз такого делать я хочу дальше продолжать не снимая не снимаю час аккуратненько аккуратненько вот у нас получилось вот такой получился такой перед и сейчас я хочу просто вязать заднюю часть спинку точнее так я наверное немножко поняла что я в десяти рядах неправильно десять рядов у меня вот то есть 96 то есть ну вот давайте девяносто шестой ряд то есть 97 это будет типа запуск выреза то есть назад на спинку так и здесь получается запуск у нас выреза с 97 пойдет через четыре по одной петли пока не дойдет до середины до запуск у нас этого проймы так это плюс 34 это просто я смотрю что 111 это у нас 121 123 125 127 129 вот так и здесь это 131 будет 131 вяжем план не планку а этот пейку шлейку до 96 ряда и перейдем оставим пока вот эту часть и перейдем 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 на эту так поставим работу и провязываем провязала провязалась 96 ряд и как я говорила мы идем потом назад 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 и мы запускаем опять вырез вырез только спинки и так мы будем запускать его 97 ряда 97 ряда то есть то есть получается по моим расчетам я должна провести это перенести через одну петлю и подцепить скорее всего вот так вот будет правильно или удобно может быть так и теперь в каждом четвертом то есть раз раз два три четыре так опять то есть у нас будет перед от спинки отличаться так я никогда такое не делала но решила так как пряжа это так хорошо вяжется и быстро поэтому давайте попробуем что-то из этого что-то получится так переношу через один и здесь сюда ну и также мы не должны забывать что у нас мы должны пройму как бы запускать но с обратной стороны то есть сто двадцать первый ряд держать его в уме так раз два три четыре раз два три четыре и так вот сто двадцать первый ряд у нас и получается что вы должны увеличить вырез и также мы должны также мы должны пройму увеличить так сказать наоборот все делать наверное вот так я даже не знаю как это правильно ну попробуем выполнившим и через один увеличить уменьшали пройму значит здесь мы должны продолжать через один его ее увеличивать а так как вырез у нас через четыре ряда значит мы это пропускаем следующий раз два и сейчас мы здесь увеличиваем тоже на один один и здесь мы уже увеличим на один тоже один тоже вот мы приближаемся к нулю а здесь мы при должны приблизиться к пятерочке так то же у нас на одну а с правой стороны мы ничего не увеличиваем за 34 получается последний ряд по одну то что мы потом на сразу хотя нет стоп не последний ряд это уже мы должны увеличить на раз два три вот все здесь мы должны прибавить аж 3 h3 так как это прибавить о здесь потерялось здесь мы что прибавляем да и здесь прибавляем мы можем даже посмотреть где мы увеличивали здесь мы увеличивали да вот тут значит мы здесь прибавляем оно как-то более четко видно если мы так так а здесь а здесь мы наверное обидим наверное будет самый лучший вариант обидим только в эту сторону да вот так потом добавим еще честно сказать я даже не знаю правильно неправильно но вот может это снизу надо делать так это уже на ходу придумки так так снизу и так все мы до 5 здесь добрались здесь мы добрались до 5 ну мы продолжаем как раз она не провязывали потому что мы не включили в работу и придется спустить немножко так ладно хорошо что немного и вернуть но 29 ряд чтобы не сбиться потом что же ты я так ну бывает так мы должны вот так задвинуть в работу ой в общем и поддержать лучше вот так надеюсь все провяжите сейчас так что он провязался провязалась 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 здесь мы еще не так здесь мы уже все дошли до навесить здесь коготок потому что тяжело навесим коготок это на край так и еще провяжем не хватает у меня не знаю почему место на телефоне но я хочу закончить в общем вы наверно уже поняли как я хочу сделать этот проект то есть мы как бы спинку делаем в обратном порядке вот я уже дошла до нуля этот вырез спинки и до пятерочки и сейчас делаю то же самое с правой стороны тоже мы через четыре ряда мы прибавляем прибавляем одну иглу через один получается так и здесь мы добавляем доводим до пятерочки пройму то есть вот когда мы это все сведем вот сейчас вот я сведу и покажу включу заново покажу как у нас получилось 149 ряд я перенесла последнюю петлю на получается вот здесь и я должно наверное все таки провязать еще четыре ряда провязываем потому что на сто пятидесят третьем ряду я набросила последнюю петлю вот с этой стороны с левой с левой раз два три это чтобы было вот так равномерно три четыре и сейчас ну по идее мы должны соединить эти два полотна а как мы должны соединить честно сказать не могу попробуем наверное в перехлёст здесь вот ну как бы все у меня четко совпадает так так ну вот получается что сто пятьдесят третий ряд и мы дошли до нуля то есть я вот эту последнюю петлю перенесла на ноль тоже и добавила сюда с этой петли вот сюда вот дополнительную и сейчас мы мы должны единым то есть вот это вот мы должны мы должны мы можем отключить кстати уже рычажки частичного вязания и все у нас все провяжется а эту эту получается нить мы можем оборвать и вязать только вот уже с этой стороны ну вот как то так вот как то так и сейчас провяжем этот соединительный ряд в общем я думаю что вы понимаете вот эту вот технику что я тут напридумывала все мы соединили две части и это сто пятьдесят четвертый ряд и сейчас мы дальше вяжем как в ну продолжаем то есть продолжаем наше вязание все как мы делали так чем тут остановились сейчас я посчитаю так ну вот что у нас получилось я уже на той стадии окончания всего проекта провязала резинку и у нас 19 ряд